Работы по подготовке школ к новому учебному году в разгаре. Сегодня Александр Кузьмичев проинспектировал два учебных заведения. В 33-м лицее вовсю идут работы по облицовке здания. На фасаде плитка, очень прочная, из керамогранита. Если случайно одна треснет, ее легко и быстро можно заменить. То, что идет отделка фасадов в 33-м лицее, это тоже очень важно, потому что это вопрос энергосбережения. Мы за прошлый год, благодаря программе энергосбережения, установке приборов учетов, сэкономили несколько миллионов рублей. В ближайших планах установка спортивных снарядов для воркаута, фитнеса городских улиц. Закуплено несколько видов силовых турников. Каскад, лавочка, брусья, змейка, рукоход. Директор школы уверена, что теперь здесь будут проходить городские соревнования по воркаут. Да и школьникам профессиональные спортсмены, которые будут здесь тренироваться, покажут хороший пример. Мы рады, что придя сюда, они не занимаются распитием каких-то пива, спиртных напитков. А глядя на них, и наши школьники, наши ребята, все больше и больше мы их видим на нашей площадке, и они занимаются спортом. Школа номер 24 постарше, и ремонт здесь необходим более масштабный. Александр Кузьмичев осмотрел ход работ по замене напольного покрытия и оценил качество выполнения косметического ремонта в столовой. На средства городского и областного бюджета здесь также улучшают систему пожарной безопасности. Работа еще только в самом начале. Здесь делается малый спортивный зал, тоже очень важный момент, потому что действительно сегодня третий урок физкультуры есть во всех образовательных школах нашего города, и расширение спортивной части в школах тоже очень важно, их модернизация. Посетил глава администрации и новенькую детскую площадку на Парижской коммуне. Сегодня здесь пыль столбом. Ребята из трудового отряда благоустраивают прилегающую территорию. В нашем городе в ближайшее время будет установлено 8 еще вот таких аналогичных спортивных площадок. То есть жители больше выбирают спортивный уже образ жизни, здоровый образ жизни. Мне это, в общем-то, радует, потому что все же модно быть в молодежи, бренд новый, это быть спортивным, здоровым. На площадке новенькие снаряды и турники. Жители района особенно рады огороженной территории под игровые виды спорта. Сюда постоянно приходят уличные команды баскетболистов и футболистов. Мы ученики 7-й спортивной школы Олимпийского резерва. Занимаемся боксом. И хочу сказать, что сейчас намного лучше стало, чем было раньше. Нам есть где заниматься, у нас в рунике ходить, играть в футбол. В общем, все, что нужно. В ходе проверки Александр Кузьмичев получил пищу для размышлений. В 33-м лицее крошатся ступеньки, в 24-й школе старенькие компьютеры, а жители домов на Парижской коммуны жалуются на дороги и ЖКХ. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.